коллеги здрасте сегодня blazer аутентификация и identity сервер сегодня будем не просто подключаться к identity сервер как это было в предыдущей серии номер 2 где мы подключались к общедоступному identity серверу сегодня мы будем сами создавать сервис которым поднимем identity сервер этот identity сервер настроим на то чтобы он авторизовывал blazer также как работал авторизация в серии номер 2 ну и чтоб затягивать давайте приступим для начала давайте создадим проект это будет blazer я выберу web assembly я выберу аутентификация которая называется индивидуал юзер аккаунт чтобы мне не реализовывать ее на стороне blazer а я нажимаю ok отлично проект создался сейчас остановится зависимости и это первый проект в нашем солюшене давайте сразу создадим второй проект и это будет спидут над корр приложения которое будет пустое давайте его назовут также blazer with identity сервер ну это уже будет сервер я выберу тоже пустое приложение как это делал и прошлые разы чтобы прям самого начала показать из чего строится само приложение итак у нас есть два приложения сервер и собственно говоря юай так они почему-то мне неправильно называются а сервер первые все правильно но для начала давайте запустим нет давайте для начала вычистим то что нам собственно гря не потребуется удалим этом удалим это и не нажмем сохранить так здесь оставим 5000 а на сервере мы сделаем немножечко по-другому в общем поменяем порт чтобы у нас не совпадали порты я для ведь эти сервера обычно выделяю 10000 10000 1 порт и теперь у нас два проекта практически готовы ну а теперь давайте запустим для начала сам юай проверим что у нас работает отлично и он у нас работает на самом деле сейчас невозможно аутентификация потому что не настроена она и мы ее настроим чуть позже хотя можно применить опыт из предыдущей серии подключиться к серверу идентификации который любезно предоставил identity сервера наружу на адресе дыма . идентифицировать . но я этого делать не буду у нас главное что проект запустился теперь самое главное настроим identity сервер друзья достаточно часто меня спрашивает почему вот в этом видео которое уже также было посвящено identity серверу меня не работает та или иная функция на самом деле все очень просто то на тот момент когда видео снималась версия identity сервера была 3 сейчас версия 4 и есть некоторые изменения которые собственно влияют на то чтобы это работало и самое обидное что без внесения этих изменений код тоже компилируется запускается но аутентификация не работает именно поэтому я решил снять новое видео самого начала самого нуля может быть без более подробными комментариями и в общем давайте теперь на новые версии identity сервер 4 версии 4 x x x ну то есть и все последующие версии после 4 мы сейчас поднимем этот identity сервер также с нуля создадим конфигурации и вот вот таким вот образом сейчас поступим и так дальнейшая сюжетная линия имеет два вектора я выберу самый сложный то есть не буду втыкать все настройки а потом запущу и покажу что это все работает я сначала настрою blazer и давайте с этого начнем у нас есть development json здесь нужно указать identity сервер нужно взять клиент и потом после того как я настрою чтобы это работало по образу и подобие как было в предыдущей серии я буду уже настраивать identity сервер с нуля создавать его уже непосредственно в сервере вернее в проекте сервер ну и давайте начнем первое что нужно сделать это указать непосредственно строку подключения то есть authority это как раз мой local host который указал local host который указал 100001 и клиент айди ну я буду давайте по образу подобию клиент blazer нет не будет клиент blazer ну или все-таки blazer вот но и теперь собственно говоря смотрите здесь один из вариантов управления это из настроек и второй вариант это там где не загружаются вот в этом месте вот отключить вот эту штуку загрузку и явно указать здесь настройки я предпочитаю второй вариант ну в общем зашивать это вход но не только не для того чтобы просто зашивать кота чтобы вам было понятно что это и для чего нужно таким образом вот эти настройки мне не нужны но я их скопирую и перенесу вот в программный код мне нужно здесь указать options и провайдер options и здесь показать authority я нажму теперь control вставлю то что я скопировал из файла настроек и теперь с дублирую эту строку и ставлю сюда как раз уже клиент таким образом получается что у меня какая-то часть настроек уже есть но этого как вы помните мало поэтому я доделаю остальные нужные нужности так называемые мне во первых нужно указать обязательно дефолт скоп я сюда добавлю профайл то что требуется по open os 20 то есть по умолчанию в профиль включается если помните я добавлю email я добавлю так мне профайл есть email есть и а по найди обязательно пока так и мне нужно указать обязательно еще тип подключения то есть авторизейшн флоу у меня будет называться тайп код это вот как бы обязательный параметры которые нужны для того чтобы авторизейшн флоу типа код сработала с пике си который будем вызывать из веб-ассембли на идентики сервер ну и теперь мне нужно настроить соответственно старт приложения я хочу чтобы у меня стартовало два сервиса я хочу чтобы у меня вот этот вот сервис не открывал его и потому что мы там все равно ничего не увидим поэтому я скажу фоллс чтобы не запускался браузер так порты мы поменяли и теперь когда я скажу play у меня запустится один браузер но два черных окошка два окошка вот один сервис другой сервер и уай и play уай и сервер ну и теперь когда нажму логин у меня естественно будет ошибка потому что мы этот сервер не нашли и в общем то ничего не случилось это как бы абсолютно нормально но я это сделал еще для того чтобы увидеть что нас identity сервер hello world все-таки показывает что он реально реально запустился и в общем все нормально дальше что на следующем этапе а дальше у нас установка nugget пакетов давайте откроем nugget manager и собственно гряна здесь потребуется один пакет который называется идентики сервер 4 в прошлом видео там было в 3 то есть прошлом когда-то очень давно да там год назад была версия 3 с копейками а сейчас версия 4 я говорю установи до хочу в общем то это практически все пакеты которые нам потребуются ну и первым делом нужно соответственно так навести порядок это будет быстро и нужно сначала настроить routing map control давайте дефол контроллер road у нас контроллеры не будут вернее контроллер у нас будут но они не будут отличаться хотя наверное да нет не будут так как я тоже уберу и здесь мне нужно соответственно соответственно этот сервис с это контроллер с вот вью почему с вью потому что мы сюда будем перенаправлять на авторизацию и в юшка логин где-то должны заводиться соответственно на вью здесь также потребуется обязательно прописать об ад ой да юс вернее аутентификацию и соответственно об юз авторизации обратите внимание что вот эти две строчки стоят между этой и этой это важно дальше здесь мне также потребуется добавить сервис с от аутентификацию ну пока вот так и сервис с до авторизации в принципе это можно не делать но я обычно добавляю она точно лишним не будет но и это стандартные как бы они не относятся к identity сервер а вот что относится к идентификации сервер так это от identity да что такое не получается написать слово identity сервер вот как вы видите это все но и здесь соответственно тоже нужно добавить up use identity сервер хотелось бы отметить что вот эти вот настройки и вот эти вот настройки это для авторизации непосредственно API то есть самого сервера а непосредственно вот это вот и вот это вот это для идентификация сервера я добавил вот эти вот настройки ну то есть помимо идентификации для того чтобы авторизовать пользователей я не буду реализовывать полностью а спой дотнят кор айден тити то есть базе данных со всеми как это было в прошлом видео если интересно посмотрите ну я сделал такой простой вариант я авторизую пользователя только на иденти сервера и покажу что в общем давайте дальше итак у нас есть иденти сервер давайте добавим него in memory то есть режим который называется тестовый так сказать in memory и он не подходит для боевого хотя в принципе в некоторых вариантах это тоже люди используют и так in memory нам добавить нужно давать по порядку ресурсы также нужно добавить клиенты также нужно добавить in memory identity ресурсы и еще нужно добавить in memory так секунду скоп вот вот эти вот все три верхних были но в предыдущей версии а api-scope появилась последняя собственно говоря этого и не хватает чтобы сработало также как было раньше ну и давайте добавим сразу developer signing credentials чтобы в общем нам не добавлять сертификаты а теперь нужно собственно говоря придумать как называется с файл который будет хранить всю конфигурацию сервера давайте назову вот так вот иденти серверка он давайте назовем configuration да и здесь мы напишем get api resources и теперь я поступлю очень хитро я вставлю вот эти вот штуки вот сюда а здесь делаю вот таким вот образом get клиент здесь скажу что мне нужен иденти ресурс из иденти ресурс из иденти ресурс из и и 5 scopes ну давайте так и напишем scopes ну а теперь нужно этот файл создать я его создам в папке так я вас создал в папке in infra structure слэш вставил control c control v отлично файл появился естественно у меня будет он статичным и теперь мне нужно поставить namespace и я теперь воспользуюсь resharper который создаст мне нужные методы с нужной сигнатурой alt enter создать хочу и scope давайте еще scope enter все ну и как вы видите все получилось теперь переходим ну для начала давайте создадим давайте по порядку так пойдем и так у нас есть api ресурсы и мне здесь аз у нас и номер был давайте сделаем return new api ресурс который назовем но пусть он так и называется api и название него будет сервер api так давайте клиентов пока пропустим здесь заведем yield return new identity resources давайте мы уже за предопределенные ресурсы с типа адрес еще мне нужен профайл еще мне нужен емайл ну и пусть еще будет тот самый open id который самый главный пока достаточно добавим теперь scope это принцип такой же yield return new api scope название выдадим api ну пусть будет тоже api scope не знаю ну пусть будет так потом поправим если что но еще у нас есть самая главная штука которая называется клиент и их положу немножечко наверх уберу лишнее и теперь самое главное сконфигурировать клиент сделаю опять же таким же образом new клиент то есть это те клиентам который будет позволено авторизовываться на identity сервер если вы помните я в настройках blazer указал что мой клиент называется клуб клиент blazer и здесь мы создадим теперь этого клиента client один как раз будет клен blazer дальше мне нужно client давайте сразу отключим ненужные параметры required клиент секрет поставим false он мне не нужен запятая required consents тоже мне не нужно потому что я не собираюсь ничего показывать пользователю и еще там у нас есть рекорд пикси ставим true потому что это тип авторизации такой ну и раз мы уже заговорили против авторизации давайте тогда его ауту сейчас секунду лоу называется grand types равен grand types типа код так запятая дальше мне нужно указать список API ресурсов которые аллоу скоп вот он который пользователи могут открывать ну и здесь вы не поверите здесь уже все придумали за нас identity identity сервер к сервер конфигурацию нет не помню давайте заново identity сервер кон тракт нет а дефолт наверно сейчас я сейчас секунду проверим так не не контракт кон констант станции вот они они я здесь стандарт нет стан стандарт скоп и вот эти вот стандарты я здесь как раз и укажу адрес ну опять же в овай у вас 2.0 спецификация описано почему что это такое для чего это нужно ну я на данный момент не не буду про это рассказывать если есть интерес посмотрите в предыдущем видео так ну и теоретически мне сюда потребуется еще редирект урайс и давайте я их по умолчанию задам хттп то есть https двоеточие два слэша локал хост двоеточие 5000 это и порт клиента с которого мы будем заходить то есть это blazer но это не окончательная версия правильная нужно написать аутентикей шан слэш логин слэш колл бэк это специальный адрес на который identity сервер перебросит агент клиента который 5000 1 то есть blazer и в котором есть обработка почему именно этот адрес потому что сейчас покажу один момент когда blazer запускается с тем с того шаблона который мы создали изначально у него в вот в инстаграме в индексе есть вот такой вот контент который как раз для семь ли делает идентификации именно этот адрес обрабатывается ну собственно говоря вот вот этот вот нет сейчас скажу вот этот вот адрес обрабатывается в той сборке то есть здесь главное не промахнуться ну и нам потребуется в конце концов еще один адрес который давайте скопирую вот таким вот образом напишем post back логин у райс то есть когда пользователь выходит из системы то мы должны его редиректить на лог аут колбек ну вот практически все что нужно нам для того чтобы попробовать первый раз запуститься давайте это сделаем так для того чтобы проверить что у нас identity сервер работает что собственно это нужно сделать первым делом так клиент она запустился 2 запустился с этим сейчас собственно говоря ничего не будет с blazer аман что ему сделается он запустится а вот identity сервер нужно проверить что он работает и вот тот самый адрес собственно говоря который говорит о том что сервер работает давайте я так странно но непонятно ладно смотрите то есть здесь как бы показывается все давайте даже вот таким вот образом запущу я скопирую адрес что-то у меня то ли не установлен то ли еще что-то да смотрите так более видно на самом деле смотрите здесь как раз identity сервер вот на этот так называемый discovery url выкидывает все что есть в нем и все что он поддерживает то есть мод те клайм на которые те скопы которые мы настроили вот клаймы которые мы настроили здесь есть грамм тайп в том числе вот авториза и шин код ну и в общем то все что нужно теоретически у нас есть давайте теперь откроем localhost 5000 1 ну ладно тогда закроем это все и здесь вернемся назад так ну в общем как в предыдущем видео давайте проверим что у нас сервер веб-ассембле нашелся identity сервер и это проверить очень легко надо так вот эти аппликейшен поближе перетащим вот и здесь можно посмотреть что у нас есть какие-то данные да действительно есть у нас авторити нашелся у нас есть клиент у нас есть смирить смысле клиента иди то есть значит сервер значит в по семье при подключении к этому сервера обнаружила его и в общем то теперь мы можем нажимать логин но у нас здесь появляется какой-то error я думаю что этот error скорее всего четко описан непосредственно в самом identity сервере да вот он он давайте посмотрим что здесь не так так смотрите ну тут простая ошибка которая course policy service do not know allow ну в общем это как бы старая песня давайте остановим и добавим поддержку вот это вот корса но все это тоже на самом деле очень просто делается давайте я вот сюда вот домотаю и в самом начале поставлю сервис с нет сервис с от корс я вот так вот добавлю поддержку этого корса а вот здесь ну тоже наверно начале скажу чтобы use course нет use course мне нужно здесь их немножечко проконфигурировать билдер равен давайте сделаем таким образом мы просто изначально настроим что мы разрешим всем все ну в общем то и и всегда вот как-то вот так я пока не хочу заниматься вот этим вот то есть настройками всякими то есть мне главное чтобы это заработало давайте проверим что теперь у нас есть конект настройка корс это отдельная песня мы сегодня петь не будем давайте нажмем в 12 посмотрим что у нас есть да есть нажимаем логин смотрите у нас произошел логин так отлично мы попали на идентий сервер у нас есть уже аккаунт логин но теперь осталось создать юай куда передиректить пользователя который ведет логин пароль там его аутентифицировать и вернуть обратно и давайте теперь сделаем именно это коллеги я не хочу показывать как заниматься с юаем я в определенный момент времени сделал уже это и собственно говоря даже не один раз поэтому я в гид хаб в систему микросервисов называется вот микросервис темплейт содержимое выложила такую папку identity сервер mbc но здесь на самом деле как раз тот самый контроллер который будет делать идентификацию здесь есть модели которые будут этот форму логина делать и здесь есть как раз в юшке то есть уже нарисованы с юаем я поэтому сейчас склонирует от объект вернее уже склонировал вот мне эта папка я ее открою вот она и просто понимаете так вот скопирую прям в наглую и вставлю в свой собственный проект так это мне нужно уже остановить вот он мой сервер control в вот у меня появились контроллеры мне осталось только поменять namespace и в принципе вы можете создать всю инфраструктуру вручную и самостоятельно я просто не буду тратить на это время здесь у меня есть и так давайте пробежимся еще раз вот таким вот образом то есть у меня есть контроллер в котором называется ау-дэнтифи кейш аутентифи кейшн да а идентифи кейшн вот контроллер которым есть сайны менеджер юзер менеджер но я их использовать не буду я покажу простой вариант поэтому я их закомментирую так что неправильно скопировал они что-то не правильно закомментировал вот я сделаю простую форму и вот здесь так вот энтер нажму и уберу эту штуку здесь это тоже уберу чтобы опять же сократить время потому что у меня нет задач прямо все совсем сильно реализовывать здесь не нужно будет определить какой пользователь ну давайте так вот сделаем если модул юзернейм равен микро сервис собака ёп в хорошем смысле mail.com тогда нет вернее есть ли не равен тогда мы будем всех остальных посылать нафиг ну вот вот такой вот хитрый у меня логика ну тогда мы скажем давайте по такому же образу и подобию скопируем ставим и скажем юзер not accepted ну в общем мы не будем это принимать а если пользователь авторизован вот здесь будет сейчас самое интересное но и вот тут сразу есть логаут здесь давайте я тоже напишу http контекст вот она и здесь будет sign out то есть это из базового контроллера потому что мы используем контроллер просто у которого есть том числе и sign in где-то здесь вот и sign out да здесь мы будем делать кстати речь ттп нет теперь контекст сайн-сайн-ин ну и в общем тут на самом деле все очень просто давайте сделаем wait для начала и пока закомментируем эту строчку давайте и разберемся что у нас там на юай это тоже уберу на юай у нас есть вернее у меня есть вьюшка собственно говоря которая логин здесь имя пользователя пароль так давайте добавим сюда еще такую штуку которая называется summary давайте all для всех ошибок пусть показывается чтоб мы видели что у нас невалидная информация все забывая добавить его в шаблон ну и здесь по умолчанию здесь уже у меня загружается bootstrap ну и все для него причиндалы то есть теоретически я могу сделать таким вот способом да ничего пока ничего не будет остается давайте дальше двинемся и так есть у нас логин здесь есть обязательный ретурн url иначе сервер его не найдет и не знать будет вернуть куда пользователя но и на логин когда пользователь называет логин пароль у нас есть в моду который соответственно юзернем паспорт и ретурн url содержит и здесь у нас дальше будет какая-то обработка давайте проверим что мы сюда попадем даже не здесь я бряк поставлю а вот здесь стартуем проект но сейчас конечно не сработает и вот почему потому что мы сейчас снова пойдем на аккаунт слэш логин а я-то контроллер назвал по-другому и собственно если вы назовете контроллер также как я назвал то вы попадете на правильную страницу то есть у меня он требует вот тот самый аккаунт логин я как раз хотел показать что сделать нужно чтобы он другую страницу показывал у нас есть identity сервер и у него вы здесь вот внутри есть options которые можно поправить на свой собственно а вот здесь есть user interaction и она как раз говорит о том что за interaction имеет логин url и у меня он будет называться как вы понимаете идентифики шанс лэш логин ну и дальше что ну конечно же равно ну и чтобы далеко не уходить отсюда еще у нас нет и нас лога out есть url и здесь у нас соответственно лог не помню как называется давайте посмотрим логин логаут все правильно и здесь нажимаем логаут даже пусть будет маленькая буква теперь давайте запустим и мы должны попасть на страницу логина стоп давайте немножечко я проверю есть у нас конфигурация а вот здесь не хватает строчки которая говорит нам алло корс потому что корс то я добавил алло корс и нам нужно сказать что мы разрешаем вот этому серверу ходить вот на этот адрес так что как я так забыл про нее контрол кд сохранить и теперь давайте запускать отлично нажимаем теперь логин ну и как вы видите мы попали на страницу логина то есть что и требовалось доказать теперь мы можем заводить любого пользователя с любым паролем мы будем получать undefined то есть user not accepted нам нужно подобрать то есть ввести того именно пользователя ну то есть моей конфет конкретной конфигурации как для вот этого демонстрационного видео сервис собака ёп мэйл надо был покороче конечно но уже написал но и сейчас я нажму окей и у меня как бы он попал мой собственно говоря в точку останова у меня есть юмодал и в юмодала есть и логин пароль и главное что есть вот этот вот url который говорит куда нужно перекинуть и здесь самое главное логин калбэ как вы видите вот он но теперь давайте сделаем то есть реализуем остаток до авторизуем пользователя выдадим его наружу то есть отдадим обратно идентики сервера который редирект нет на наш blazer клиент ну и смотрите на самом деле важного процесс да то есть авторизовать пользователя можно разными способами например вручную посмотреть в каком-нибудь базе в какой-нибудь таблице там наличие пользователя можно использовать microsoft аутентификейшн фреймворк то есть microsoft identity можно использовать какие-нибудь секретные коды еще самое главное что когда вы авторизуете пользователя вы должны авторизовать или в этом сайте то есть в этом и 5 либо в идентики сервере либо допустим в cookies либо в bearer то есть тут уже на ваше уже усмотрение должно быть выбор какой вы хотите где ваш пользователь авторизуется и какие собственно гря он несет нагрузки то есть вот это вот авторизация ну и давайте все таки пропишем эту штуку он смотрите у нас есть метод который называется sign in он относится к sp.net core то есть это часть его этого фреймворка и для него есть надстройка специально для identity сервера где можно авторизовать пользователя identity сервер давайте скажу user и вот это вот нужно мне добавить namespace нет добавить namespace вот импорт namespace и сюда нужно указать имя пользователя ну в моем случае это будет model user name вот собственно гря и все и теперь давайте запустим это давайте я беру бряку запустим проект посмотрим как он работает итак давайте почистим кэш потому что это важно я перед я уже много нарывался на такую штуку когда все как бы должно работать а не работает давайте почистим все предыдущие команды потому что у нас были ошибки ну что не находился identity сервер сейчас мы лишнее вообще все почистим мы удалим кэш и давайте вот теперь логиниться так мы пришли на identity сервер мы пришли на identity сервер так мы пришли на identity сервер здесь выбираем логин какой-нибудь пароль и у нас срабатывает редирект на логин callback что-то долго выполняется возможно нужно использовать не использовать дебаг режим но так бывает я вот не могу объяснить но идентики сервер как бы работать уже сейчас должен а вот blazer четко пен выпендривается да то есть уже как бы директ есть сам blazer не отвечает ну можно попробовать запустить без дебаг давайте на это сделаем ой давайте без дебага запустим проверим что это работает без дебага так еще раз логин быстро попали на identity сервер а ну вот смотрите без дебага все быстро работает ну ребят как я и говорил на самом деле blazer еще такой сыроватый продукт и в общем придется с этим мириться надо часто чистить кэш надо часто запускать в обоих режимах и в дебаге и без дебага можно даже менять среду разработку перезапускать visual studio в общем обычно костыли которые бывают на не обкатанной технологии но в частности blazer такой является но смотрите мы залогировались и нам показано что мы как бы вот зарегистрировались на identity сервере и у нас тут непонятно какое имя нам показывается давайте я нажму логаут и мы попадем на страницу идентификации вернее мы уже попали на identity сервер давайте я еще раз покажу то есть все настройки теоретически мы настроили верно его сейчас я нажму логин и по истории мы увидим что мы залогинились вот мы залогинились вот мы пришли на обратно на вот мы получили токен и теперь мы с этим токеном вернулись уже непосредственно на в поселили а когда нажимаю логаут у меня вот происходит 3 direct call back как вы видите и в общем как бы все сработало но единственная разница в том что мы не видим кто мы то есть теоретически мы должны видеть что мы этот самый микросервис юзер так давайте я все позакрываю и еще раз покажу чуть-чуть ну стороннюю такую информацию но в принципе вы можете воспользоваться и так у нас есть blazer и в нем есть такая штука как в общем настройка вот этих самых клайма смотрите есть user options и здесь мы можем указать какой клайм у нас является как name клайм я знаю что у меня этот клайм называется sub именно с этим типом работает identity сервер и теперь мой blazer проект будет считать что у меня пользователь зарегистрировался как ну то есть не name он будет искать а именно sub смотрите я сейчас нажимаю логин пароль ой ну да правильно ну и как видите теперь она мне сказала что я тот самый микросервис yokmail то что это действительно авторизация это тоже легко проверить давайте и это сделаем я открою сейчас какую-нибудь страничку например кольку кто там counter и скажу что она мне защищена атрибутом который называется а у то прайс ну только ты аж вот авторайс то есть ни один не авторизованный пользователь не сможет попасть на эту страницу давайте проверим что это работает я сейчас нажму сразу перейду на эту страницу counter меня перекинула на страницу логина я нажимаю логин и меня обратно перекинула уже на counter ну то есть все что я хотел я вам показал надо точно еще и четко понимать что в системе авторизации на самом деле много вернее способов авторизации есть тип авторизации разные и самолы бор и cookies и в их на самом деле много их можно без собой варьировать и в общем-то можно даже сделать так чтобы на один и тот же ресурс люди приходили под разными типами авторизации с куками из bearer например вот и все это настраивается настолько тонко и технично нужно понимать конкретно что вы хотите сделать и в общем то данном варианте как я показал я не использую никаких авторизаций ну грубо говоря я это в ручном варианте просто пользователя вел и сказал что он аутентифицирован и отдал этого sign in объект обратно на identity server другими словами говоря ну такая серьезная штука как безопасность но надо к ней подходить с осторожностью и внимательно изучать предметную область и в общем то все зависит от вас то того что вы настроите то вы в общем то и получите ну и в качестве заключения еще раз да то есть для настройки identity сервера на самом деле нужно немного нужно понимать что identity сервер сейчас работает в in-memory режиме и для того чтобы его сделать чтобы он работал ну как на прот на проде да как на production сервере то есть полноценно нужно настроить и сертификат нужно установить базу данных в которой как раз вот эти вот ресурсы клиенты identity ресурсы скопы будут храниться в базе данных соответственно вы сможете ими управлять и identity сервер сейчас выдает ui админовский ну в общем вот так вот наверное я думаю на сегодня хватит вам всем спасибо всего доброго и пишите правильный код а